Ребёнок с раннего возраста познаёт мир и задача взрослых – вложить в него всё самое важное и жизненно необходимое, как можно раньше. Воспитанники детского сада «Подсолнушек» представили театрализованную сказку, посвящённую правилам дорожного движения «Волк и семеро козлят на новый лад». Персонажи сказки в игровой форме показали более младшим детям, где и как можно переходить в проезжую часть, на какой свет светофора разрешается идти, а на какой нет. На проезжей части дети не играйте, выиграйте. Бегать можно без оглядки во дворе и на площадке. Мы играем, где хотим, на дорогу не глядим. Пусть горит любой танцет, до него нам дела нет. Зелёный цвет, иди, жёлтый. Подожди, помни, в дороге ты на вслаблении, красный стой ищи. В детском саду с ребятами изучали знаков дорогных раз. Теперь каждый школьник в дождь узнает, что знаки говорят. Воспитание проходит по разным этапам. Это и музыкальные сказки, это и спортивные доски, это и консультации, открытые мероприятия, просто занятия. Конечно, связаны все наши занятия и с планов годовым, приключения светофорика, и с возрастными особенностями наших детей. Для самых маленьких это изучение только светофора, для более старших это и правила дорожного движения, это движение на легковых машинах или в велосипедах. В общем, работа ведётся многопланово. В работе участвует весь педагогический коллектив. Это и воспитатели, это и узкие специалисты, и музыкальный руководитель. На протяжении пяти лет в детском садике «Подсолнушек» ведётся работа по программе приключения светофорика, благодаря которой уделяется огромное значение изучению безопасности дорожного движения, используя различные методы достижения цели. А цели у неё одни, чтобы дети вместе со своими родителями не только знали правила дорожного движения, но и соблюдали их. Судя по ответам ребят после просмотра сказки, теорию они усвоили на отлично, что уже немаловажно. На поширеход на переходе. Нужно посмотреть направо и налево и проходить дорогу. На зелёной. А играть можно там, где ездят машины? Нет, нельзя играть.